Технический нокаут, симуляция и тому подобное. Работает в таком случае, если я такую, допустим, Сашу, и попадаю ему по локтю, ну бывает такое, срываюсь, бак по локтю, с учетом того, что Саша просто стоял в стойке, он не делал, наверное, никаких движений, просто попал по локтю, раз, захромал, ай, больно, может я просто устал. Мне рефери должен сказать, стендап, вставай, я говорю, сейчас, 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 подожди, стендап, сейчас, сейчас, третий раз говорит стендап, если я не в стойке, все, дисквалификация, да, уход от боя, симуляция, сейчас нет врача на соревнованиях ПВТФ, не зовут врача, в случае травмы, смотря кто нанес, конечно, врач уходит, там, в случае нокаута, либо, если вас ударили кулаком в нос, вот, если вы ударили, получили травму ноги, сами виноваты, три секунды не можете продолжать бой, не три секунды, три раза вас позвали, вас дисквалифицируют, после этого подходит врач. Никакой заморозки, ничего сейчас нету, нельзя, даже заморозку запрещено, тоже будьте внимательны. Также, в защиту тренеров, чтобы тренера могли защитить своих подопечных, бывает такое, есть понятие, как жесткие блоки, да, блоки могут быть, как и ногами, защита колена, я бью, колено поставляют на защиту, да, в блокировке, либо жесткие сбила руками, да, с карате пришли, вот, раз, кулаком, что у нас там, все есть в арсенале, жесткий блок запрещен, если нога травмируется из-за блока, дисквалифицируется тот, кто делал жесткий блок, да, вот, это нужно понимать, поэтому, как, как же, как же защищаться от рук, от ног, как защищаются, естественно, работа на дистанции, и очень часто идет ладонь, можно перекрываться ладонью, они даже ерчаги так стараются сбивать, пока не получается, и корпус защищается, доля чаги идет, две руки перед собой, но вот, если видишь, что доля чаги, раз, перед собой выставляют просто руки, тоже должны знать эту защиту. Жесткий блок нельзя делать, хотя хочется иногда. Так, что у нас еще там, интересно, может быть, такого нюанса? На остановку, если в бедро попасть, на остановку, он бьет на кое, ему на бедро. Какой ситуации еще? Вот я поставил. Если удар ниже пояса считается, очень скользкая тема, мы на семинаре долго эту тему обсуждали, принято было, что одиночные удары, которые идут не в сериях, сложная техника, вот такая, раз, два, очень часто начинают с бедра, да, вот заходят, раз, два. Два, это не считается, за это не дает предупреждений, если только это часто не повторяется. Если, вот, я там, раз, бросил ногу, не поднимается, устал, вот, такие варианты нарушения. Удар ниже пояса, тогда нарушение. Нет, там разговор о другом. Если нога уже поднятого. Он, например, юбчаги постоянно фехтует. В ударную. Двое ногу бьется обчаги, например, и двойка руками по корпусу, например. В дальнейшем ударов обоюдное нарушение никому не дается. Было такое, что поднимали и обчаги, и вон сверху нере накидывали. Ничего не давали. Ничего не давали, они не дают. То есть можно такую ногу сбивать остановку за такую черную ногу? В теории, да. А, подожди, а вот, если протест будет такой, если, допустим, судья решает, что, вот, а нельзя? Если это было, если удастся доказать, что это была намеренная атака ноги, можно будет объяснить, то, да, в правилах написано, намеренная атака ноги считается нарушением. Но у нас рефери не телепаты, никто не телепат, не знает, ты не можешь знать намерений. Ты можешь субъективно оценить, но на 100% ты не знаешь. А кто тогда докажет это намерение? Ну, в том-то и дело, что это уже на мнение судей. Будут собираться видеопросмотр и будут оценивать. Вот это небольшая такая дыра в правилах, потому что должно быть четко прописано. Ниже пояса, все, намеренно, ненамеренно, это дает рефери возможность, ну, как бы, влазить. Он может дать очко, он может не дать очко. Поэтому по семинаре говорили, что здесь уже придется. То есть, в любом случае, если он поднимает, и мы вот сюда, например, блокируем, обчаги, например, бьем сюда, то это будет считаться, ну, как бы, либо замечание, если судьи решат, что это намеренно было сделано. Либо ничего не будет. Так, что у нас еще было? Ну, это пока что это все, тогда закончу на этом. Если появятся вопросы, еще зададите.